Здравствуйте, дорогой зритель! Продолжаем играть в Викторию 2 и Хаус Дивайдет на максимальной сложности. И у нас в разгаре Третья война с Севером. Но в этот раз уже не за независимость, они нас не стремятся уже присоединить, они хотят просто Оклахому отжать. И в принципе я уже пытался замириться с ними, чтобы отдать им эту Оклахому, потому что полчища немереные. Немереный полчищ, давайте проверим. Да, 683 бригада у противника. Тем не менее, он не согласился, сейчас снова можно предложить мир, но пока война складывается в нашу пользу. А может быть поэтому и стоит предлагать, чтобы он уж наверняка согласился. Но повоюем еще, еще повоюем, хотя конечно, если нам все войска снесут, то потеряем мы статус Великой Державы, это очень печально. А на, смотрите, на юге тут крадутся наши союзники Колумбия. Но 20 тысяч, конечно, против 55 обломается. Эти гондурасцы, сальвадорцы отступают уже. Вот здесь вот Коста-Рика еще тут 2000. И, что интересно, гондурас в осаду пошел и уже 1% отхватил. Но я думаю, что это недолго все продлится, потому что я вам вижу, тут 16, там какие-то корабли. Ну и в тени еще непонятно сколько сил, но какая-то движуха тут идет. Так, хотя основная движуха, конечно, идет вот здесь. Тут у нас, как дела творятся, вот эти 60 тысяч идут сюда на подкрепление, потому что 14 мы разобьем, но здесь 93 на подходе, причем отдохнувшие более-менее. А тут в нашу пользу, наверное, хотя точно сказать не могу. Вроде как бы у нас силы есть, но у нас людей меньше, на 55 тысяч здесь точно в нашу пользу и людей сил, ну а тут просто стоят непроходимые войска. Остается вопрос, что делать с 78 тысячами, можно их кинуть вон туда на подкрепление, можно кинуть сюда на подкрепление, можно постоять пока, а можно и наверх угнать, чтобы там наверняка раздубасить. Пока не знаю, потому что будет зависеть от того, куда вот эти ребята дернутся, если они пойдут на Эшвелл, нам понадобится эти силы здесь, если не пойдут, если не пойдут, не понадобится. Так, давайте разделим пополам эту армию. Вот так вот сделаем. Оборона плюс один, а так плюс два. И возьмем этих, все-таки отправим туда на помощь, третью армию, а десятую отправим вон туда. Ах ты, блин, вот так вот надо сделать. Вон туда десятую. Потому что биться за Шарлот смысла я не вижу. Ну, погнали потихоньку. Так, у нас там нифигово так деньги просаживаются. Фредериксберг взяли. Должники из Гватемалы обанкротились. Но нам сейчас не до Гватемалы и не до поводов воевать с ними. Значит, что у нас? Потери в Фредериксберге. Две двести, а разнесли восемнадцать. Вот это хороший расклад. Так, и смотрите, сразу он изменил направление. Так, Квадор обанкротился. Все наши союзники. Значит, ушла часть... Часть войск ушла на Сталтон. Так, вот эти 64 тысячи тогда надо брать нам, потому что мы сейчас за них зацепимся. В любом случае, давайте тогда шестьдесятку на Ричмонт и этих тоже на Ричмонт отправляем. Погнали. Подвели мы подкрепление Вэшвилл. Двадцать на семьсот хороший расклад. Сверху как. Шестьдесят на тысячу отлично. Четыреста на полторы хорошо. Сто девяносто на шесть сотен на тысячу шестьсот. Тоже все нормально. И я даже думаю, что вот этих из Фредериктберга давайте вот туда подбросим, потому что уже 300 тысяч пришло против наших 180. Нам там явно не очень. У нас там идут дела. Но если быстро перемолим вот этих, то тоже подведем. Еще примерно 150. У нас там будет даже больше. И это отдохнувшие части. Так что, может быть, мы эти 300 тысяч тоже сейчас перерубим. 156 на 168. И снизу у нас еще там были парняги. Да, парняги тут стоят. Мне бы здесь, конечно, пехотки. Пехотки, но я не могу там строить ничего. К сожалению. Ладно. Гоним дальше. 300 на 1300. Ну, неплохо. Тоже неплохо там наши держатся. 2 400. Смотрите, выносят. 200 на 2 400. Еще пришли подкрепления в Сталтон. Еще 30 тысяч. Но, тем не менее, 500 на 1800. 1 к 3. И Дубасин. 100 на 1,5. Тут 20 на 500. Так, и здесь пришли подкрепления. Ну, не зря сюда я отправил часть войск. 30 на 400 тоже. Все тут тоже неплохо. Отбили Ричмонд. Потеряли 4 600, а разнесли 37 тысяч. Отличный результат. Так, куда он? Он пошел вниз. А этот идет Фредериксберг. Вопрос. Да, тут надо подумать. Потому что, с одной стороны, добивать вот эту вот... А тут 27 даже осталось. 27 добивать бессильно. Давайте, да, отправим часть вот эти вот 37. Сейчас только выясним, куда он идет. Джордж Форд. Так, это генерал. В Гринвилл он идет. Ну, давайте вдогонку в Гринвилл отправляем его. Может быть, догоним и изничтожим. Остается 57 тысяч хороших войск в Фредериксберге. Вот эту 38-ку пойти поймать. Либо отправить в подкрепление в Сталтон. Там уже 377 тысяч подошло. Тут у нас ребята держатся еще. Тут еще тоже держатся, но тоже против них сильно много врага. И уже не такие уж там преимущества по организации у нас. Давайте начнем где-нибудь в Нарфолке, что ли, строить. Кого? Гвардию? Кого? Где-нибудь вот в этих, в окраинных регионах. Если можно. Нигде нельзя уже. Там уже поздно. В Ричмонде тоже нельзя. Ну ладно, хотя бы там построим. Итак, вторая армия. Вторая армия. А так, плюс один, барон плюс два. А он придет раньше нас? В Редриксберг. Но если мы еще и вот эту расшибем армию, то потом всеми силами накинемся. Ну давайте двинем Редриксберг. Попробуем перехватить эту 38-ку. Есть. Напали. Ну плохо напали. 600 на 500 он успел припиться. Ну и вообще очень плохо мы там напали. Здесь зато хорошо. Ну вот здесь, конечно, совсем. Хотя вот поменялось уже преимущество. 200 на 500. Но уже получше стало. Так, тут пар не держится. Победа в Гринвиле. 2 500 потеряли. 10 разнесли. Отступает. Отступает в Ричмонд. Преследуем его. Мы сейчас его гонят туда-сюда, пока не уничтожим полностью. Вот эти уже скоро отступят от нас. И у нас еще тут нормально все. Так, ну и тут еще тоже нормально. В Редриксберг не очень нормально. Там, конечно, наше преимущество. Но, а, ну все, 200 на 1300 уже. Все, нормально. Идет еще 60-ка на Роанок. Да, на Роанок он пошел. Ну хорошо, что он пошел на Роанок на самом деле. Потому что там мы плотно держимся. Если бы он сюда бы подошел, то наша армия ричмондская бы погибла, скорее всего. А так мы сейчас успеем 12 тысяч перемесить. В тампе проиграли. Здесь на 4 тампы. Это внизу, по-моему, да. Ну да, тут бежать было некуда. И одни пушки там не обречены были. Если бы тут они успели укрепиться пехотой, еще там на 15 тысяч, можно было бы о чем-то говорить. А так, конечно, нет. А, ну все, все вот наши силы, которые у нас есть, они все здесь. Теперь можно в пределах одного экрана следить сразу за всем, что происходит. Ричмонд. Победили. 1700 на 6500. Отступает он куда? На 5 Гринвилл пошел. Преследуем. В Фредериксберге фигня выходит, потому что он подвел подкреплений больше, чем нас. И по организации, и по численности там уже, конечно, все не очень хорошо. Ну, скорее бы разобрать эту армию и пойти на помощь. Тогда, так, еще генерал можно взять. Так, пятерочка. Давай-давай-давай-давай-давай, скорей. Гаси. 4, 3. 3. Есть в Гринвилле. Победа. Уничтожили, есть, потеряли 700 человек. Так, ну и бегом в Фредериксберг. Так, сейчас мы там их покромсаем, я тоже надеюсь. 70 на 1200. Кстати, неплохо наши там сидят. Но сейчас будет еще лучше сидеть. 200 на 600. Но не очень. Хотя он 35 тысяч еще подходит. Зараза. Да, конечно, у него сил немерено. Немерено, немерено. 200 на 900. Все равно хорошо. Мы хлопим там с этими его подкреплениями. 200 на 800. Командир погиб. 344. Вы когда отступите-то? Хотя фиг они отступят. У них 38 процентов. Но у нас на 34. Что может быть и не отступят еще. Больше чем полмиллиона денег мы уже слили на эту войну. И продолжаем, продолжаем сливать. Так. Это вообще не делает погоды нам никак. Смотрите. Все запасы все сидят на армию. Но даже может быть даже не стоит этого делать. Сколько 3700. Лишнее 500. Фигня, конечно. Ладно. Продолжаем лупить их. Посмотрим. Я думаю, что в критичный момент в какой-нибудь он сам попытается с нами замириться. И тогда надо будет соглашаться на этот мир. Так. Вот еще идут силы. Причем свежие силы. Куда прыгнул? Наверх что ли? 370 тысяч. Да. Наверх он прыгнул. Нет, сюда пришло 1300 на 400. Ну, в нашу пользу. Но уже как бы сравниваются силы. Все-таки устают наши. Он нового юнита построил еще. 400. Сравнивается по урону. Командир очередной погиб. Так. Ну, здесь уже меньше становится. Хотя, конечно, и устали. Бросать их в бой нельзя будет сразу. Нужно будет тоже ждать. Здесь 150. В Раоноке на 500. Нормально. 20 на 700 снизу. Тоже хорошо. Еще идут 17 тысяч сюда. Ну, вот е-мое. Так. Ну, в Фредерсберге уже печаль наступает. Потому что сравнялись мы по организации, но сил у него там больше. Кончились исследования. О, кстати. Атак армии плюс 1. Напотребление припасов плюс 20. А, оно все нам даст, да? Арта плюс 4. Давайте на арту. Опыт Первой мировой. Употребление плюс 20. Ладно, давайте качать армию. 19-й год наступил. Понятно. 71, 73. 300 на 1500. Ну, 1 к 5 на самом деле нормально. Фигачим. Может, еще успеем выбить там его. 90 на 130. Здесь уже, конечно, все. Нету таких побед, как было. Здесь 60 на 300. Ну, и пока мочим сверху в Сталтоне. 90 на 400 тоже нормально. Пока месим. Хотя, конечно, вся земля у нас кончилась уже. Ну, и союзников тут наших, как и предполагалось, выбили всех. Нафиг. Такс. Давайте посмотрим. По войне еще минус 14. В нашу пользу 14%. Но это, конечно, маловато. Может, у меня там усталость какая-то войны дикая. Нет. Нет, не близко. Даже 1%. 660 бригад. 20 с лишним бригад мы перебили ему. Но этого, конечно, мало. 80 на 700. 1 к 10 уже пошло во Фредериксберге. Отбить бы во Фредериксберге. Постоять, отдохнуть. Было бы замечательно, конечно. Тактика воздушных каруселя. Потому что вот эти-то свежие силы. По 17, по 18, по 20. Даже, вон, 36. Когда они сюда припрутся, они легко наши 67 тысяч смогут прогнать. Давайте ускорять немножко маневров. Потому что уже никаких не предвидится. Фредериксберг отбили. Отлично. Потеряли 30 тысяч, правда. Что плохо. Но уничтожили 109. Ну, хорошо. Все. В Фредериксберге. С ним отдыхаем. Не дергаемся. Разбил армию на мелкие отрядики. Чисто для осады. В Роаноке, конечно, тоже силы тает. Хоть мы их конкретно там кромсали. Так, отбили Эшвилл. Уничтожили 219. Их потеряли всего 28. Вот это вот круто вышло. И теперь, значит, мы сейчас отправим кого-нибудь. Вот этих мы отправим из Эшвилла на помощь в Роанок. Сейчас они как раз там будут вовремя. Так, наши приближенные воды вновь открыты для мореходства. Ура! Наверное. Есть прибыли. В Роанок. Так, тут всего много еще, да? Еще дофига. Давайте объединим тогда и отправим половинку. А тут и не влезет столько. Все равно. 57 тысяч. Заберем 57 тысяч. Пойдем в Ноксилл, что ли? Там постоим. Или в Колумбию. Или в Атлантум. На 22 неохотно подать. Они себя чувствуют очень хорошо. Так, тут уже, конечно, наше совсем не очень хорошо себя чувствовать. Стал там, боюсь, мы потеряем. Взноксилл, что ли, выйти. Там постоять, отдохнуть. Заодно отобьемся. Осталось всего 73 тысячи, а в начале войны был миллион. Так что все наше накопленное, нажитое непосидимым трудом, тихонько сдулось. Состояние. Опа. Втухли мы немножко. Немножко втухли. Так, давайте двадцатку в Атланту отправим. Так, а здесь, конечно, не хотел я здесь в бой-то вступать. Взноксилл я случайно наступил. Блин, и в Атланте встухли тоже. Там я тоже не хотел. Хотел развести эти войска, чтобы они по снабжению не проседали. Так, ну ладно, давайте смотреть 300 на 700, а здесь 200 на сколько? 7 на 200. Ну, 1 на 100. Ну, так-то нормально тогда. Так-то ладно, месите и в Атланте, парни. Кто-то уже, по-моему, отступил из Талтона, осталось меньше 200 тысяч, а здесь стал 98. Так. Ну что, половинку в Ричмонд. Выбьем трёху хотя бы. Так, есть ранок отбили. Это очень хорошо, но плохо, что эта сотка пошла внутрь. Если бы она вышла бы куда-то туда, это было бы гораздо лучше. Там уж сейчас она будет шариться тут. Ещё небось, так, куда ролли, Лексингтон. Что-то вот тут вот везде всё шарится. Дело будет сейчас очень не в тему. Так, тут тогда лишних выкидываем. 18-ку. 18-ку выкидываем. Давайте выкинем 18-ку вон туда. Может быть, разнесём ещё в ног сведем противника. Так, ну и предложение «Мир» подъехало. Смотрите. Давайте посмотрим, что хочет. Предлагает намерно следующих условий. Белый мир. Буда, ё-ка, ламная. Белый мир. А мы ведём переговоры от имени всего Альянса, а не ведём переговоры от имени всего Альянса. Белый мир, это же никому ничего. Ну, я согласен тогда. Точно никому ничего. И у меня тут... И у меня тут проблемка случилась. Я пытался сделать сейф для того, чтобы не ошибиться с тем, что они предлагают. Ну, то есть, если «Белый мир» — это ничья, то я согласен. Вот. И я бы принял его. Но если это не ничья, а я просто не понимаю, что это, да, то тогда я бы отгрузился. Ну, потому что это не... Не, как сказать, не косяк мой. Просто я затупил. Вот. Но из-за того, что я нажал меню для сейва, их предложение пропало, и нового нету. Так. Так что... Чтобы там они не предлагали, уже ничего не выйдет. Больше я так делать не буду. Но, с другой стороны, может быть, они скоро ещё раз предложат мир. Блин, вот. Если бы сейчас в ничью мы закончили, это, конечно, было бы замечательно. Но переграем дальше. 66 против 68 в Ноксвилле. Ричмонд отбили, уничтожили. Там их 3000. Всё. Стоим. Нормально ждём. Эти 53 тогда давайте в Норфолк. Тоже там выбьем врага. Так. В Ноксвилле. Как дела-то? 66 на 66 сравнялись. О! Смотрите, у них танки. У нас тоже были танки уже. 100 на 700. Нормально в Ноксвилле рубим. Вот здесь уже не очень нормально рубим. Наверное, давайте перебросим вот эти силы сюда. Они, конечно, тут окопаны, хорошо сидели, но если мы сейчас эти 57 раскатаем, есть шанс, что опять комп нам предложит мир. И в этот раз я уже его приму нормально. Так, кто там ещё хотел-то? Трансваль. Так, ну. Давай пятая армия. Норфолк выиграли. Ну, там маленькая была армия, и, конечно, выиграли. Так, пойдёмте обратно. Фредиксберт тут пришла усталая двадцатка. Мы сейчас усталую двадцатку. Отдохнувший десяткой заберём, я уверен. Вороноки восстановились уже войска полностью. Значит, они не пройдут уже там. Крупное открытие, профсоюзы. Чё хотите? Сознательность, агрессивность. Не до вас сейчас. Вообще не до вас, парни. Ух ты, он ещё 50 тысяч подходит сверху. Встал он, что ли, тоже. Мы давно тут уже рубимся. Прям вообще давно. Нокс вёл. 300 на 700. Ничего. Так, а предложение о мире? Белый мир. Но в этот раз я не буду больше никаких пытаться сейвов делать. Я надеюсь, что это ничья. Поэтому принимаем. Так, оклахому посмотрим, где, чтобы понять. Можно сдвинуть аккуратненько так. Это же оклахома, да? Где-то вот тут оклахома. Вот она, оклахома. Так, ну что, принимаем белый мир. Белый мир. Всё, оклахома за нами осталась. Да. Удалось отмазаться. Всё правильно, значит, я понял с самого начала, что... А, ну кто, смотрите, тут наши ещё гондурасские товарищи что-то гондурасят. Это же не наша была территория? Нет, это была не наша территория. Вот наша территория. Всё, удалось отстоять оклахому против такой огромной армии. Просто немеряно. Смотрите, у нас стало полмиллиона. А, это с их частями. Очень вовремя, потому что деньги уже ушли в ноль у нас. Давайте разводить свои силы. Я не буду сейчас их формировать так, чтобы они там были размазаны тонким слоем. Сейчас просто их раскидаю кучка по кучкам, чтобы урон они не ловили никакой. Так, тебя куда? В Колумбию, да? Ну, а эти пусть, наверное, так и стоят. И я надеюсь, что сейчас у нас экономика начнёт восстанавливаться потихоньку. И как только она начнёт восстанавливаться, сразу начнём строить бункеры, бункеры и бункеры по максимуму. Потому что здесь у нас третий уровень, здесь тоже третий. А где у нас плохо-то всё? А, вот второй, третий. Ну, то есть, всё должно быть по максимуму, потому что 19-й год, значит, через 10 лет снова сможет напасть на нас север. Неизвестно, какие будут у него требования в следующий раз. Неизвестно, удастся ли в следующий раз так отбиться, как сейчас. Потому что я в начале битвы несколько раз ему предлагал перемирие, потому что в комментариях писали, что это трандец. И я тоже был уверен, что это трандец. Но, тем не менее, удалось справиться. Так, всё, теперь крутим максимальную скорость. Деньги пока всё ещё в минусах. Атака самолётная какая-то исследована. Давайте генералов возьмём. Восьмое место у нас всё равно. Что-то военные силы мы, видать, не тянем. О, кстати, человечки поменялись, да? Форма поменялась. Реорганизацию давайте. 50 отведём. Да и хотя бы в Нарфолк, без разницы. Сейчас без разницы. Ближайшие 10 лет войны не будет, так что... Сейчас нам просто нужно восстановиться по максимуму. 1700. Почему не возвращаются деньги? У нас было плюс... Плюс дофига. Перед началом войны. Я не помню, правда, сколько именно, но точно... Ну, плюс сотни 3-то точно было. Эти с реформами. Это у нас какая реформа сейчас будет? Вот эти социальные реформы, да? Что там хочет наше население? Не пойму, а вы что хотите-то? Сами-то знаете, что хотите? Очень низкие пенсии. Вы хотите очень низкие пенсии? Ну, давай. Очень низкие пенсии. Держи. Держите. Низкие пенсии. Консерваторов 50%. Он был меньше. Реакционеров 3,8. Ну, я уже не буду морочиться с выборами, чтобы пытаться реакционеров привести. Уже, как бы, пофигу на это все. Нам осталось продержаться всего-ничего. Ну, хоть и как. До 36-го года, да? 17 лет. И еще, возможно, одна война будет. Поэтому, фиг его знает. Электрификация. Что-то я не пойму с деньгами. У нас минус 1700. А, мы набираем займы немеренными темпами. У нас уже на 400 тысяч займов. Понятно. Ну, давайте госзаказ снимем. Пока что нам снабжение армии не требуется. Уж прям совсем-то. Очередное открытие. Так, пойдемте в промышленность, что ли? Или в коммерцию? В коммерцию давайте закончим коммерцию до конца. Потом закончим всю промышленность. Самолет-разведку получил. Вот чуть-чуть туда-сюда плюсуется-минусуется. Престиж на 1,3. Все, пошли деньги в плюс. Отлично. А то на 400 тысяч насобирали уж прям как-то не очень совсем. Перестановка. Ну, смотрите, полпроцента реакционеров удалось выцепить. Так, и какая-то проблема. Мы теряем статус великой державы. А почему? Если до 9 января 2021 года, что такое? Вроде и в войне победили русская война за китайскую маньчжури. Ну, воюйте мы-то при чем тут? Мы на последнем месте, походу, да, стали. Да, 9 место. По военной силе строить мы не можем сейчас. Крепости денег нет. Военную силу не накопим. Промышленность, ну, конечно, у нас дно. И промышленность мы тоже не поднимем, потому что у нас не госкапитализм. Во дела, во дела. Да, это будет очень печально. Социальные реформы очередные. Хорошие субсидии. Хорошие субсидии? Куда? Вот это, что ли? Пособие безработицы плюс 75%. Не, этого идите нафиг. Вот школьное образование давайте. Школьную систему лучше сделаем. Возьмем генерала еще. Но я боялся, что мы потеряем статус великой державы из-за того, что нас расшибут в клочья. А мы его сейчас потеряем, потому что просто все остальные разогнались. И все. Уже март. Конго. Сейчас мы все это, конечно, все отвалится у нас. Как же нам сделать? Никак, наверное, уже не сделать. Девятое января. Закончился спирт заводик какой-то. Еще один, этот самый социальный, какое-то изменение, прям без остановки, реформами своими сыпят. Хорошие субсидии, приемлемый уровень. Школьную программу, как насчет этого? Давайте вот школьную программу, да максимум, чтобы у нас наука свела, хотя все исследования уже закончились. Нафиг это надо, я не знаю. Не прокатит. Не прокатит, походу, подтянуть. В статус великой державы. Ну, конечно, мы много проигрываем по промышленности. Тут уж никуда не денешься. За счет военной мощи мы долго держались. Но. О, кстати говоря, давайте демобилизацию проведем. Что-то я забыл совсем это сделать. Может быть, сейчас это бахнет нам экономику резко. Так, где мобилизацию провели? 1300. Ну, там Австрию обойти, если на 2 сотки. Может быть, станет суммарно получше. Хотя не станет. Нам нужно 600 с лишним очков. На что-то очков мы не поднимем здесь. Эх, вся наша сфера влияния скоро отвалится. Вся Южная Америка наша, да, так нормально. Вся Северная у нас, кроме Гавайев. В Африке у нас там кое-что тоже уже было. И уже Радужная. То есть, скоро бы и вот эти все начали к нам присоединяться. То есть, в принципе, у нас весь мир был бы в нашей сфере влияния. Но что-то эти полезли все в войска. А по промышленности мы их никогда не догоним. Ну, ладно. Я думаю, что главное, что мы не поддаемся Северу. Держим всю свою территорию, держим ее независимой. Подписывайся на канал, если не сделай этого. Нажмите колокольчик, чтобы узнать, чем закончится эта партия. Осталось 16 лет. Напиши комментарий, поставь лайк. Видео, если нравится. Спасибо за просмотр. И пока.